Всем привет, меня зовут Диана, и последние пару недель я очень много думала над тем, кто я и чего я вообще хочу. И порой это довольно тяжело, пытаться разобраться в себе и своих мыслях. Я часто не могу выбрать, что я хочу поесть, а вы меня спрашиваете, что я хочу от этой жизни. Но в какой-то момент нам всем с вами нужно решить, что это, чего мы так хотим, и ради чего мы будем просыпаться каждый день, и что будет этой мыслью, о которой мы будем думать перед тем, как я спать. И для кого-то это карьера, деньги, люди, места, успех. Врядов настолько много, что очень легко запутаться во всём этом. То, к чему я пришла в ходе своих размышлений, это жизнь не ждёт. И нам не стоит. Почему? Мы с вами тратим огромное количество времени, ожидая какого-то события, праздника или времени года. Но когда-то что-то происходит не так, как мы планировали, оно оставляет нас не только разочарованными, во-первых, а ещё с кучей, кучей потраченного впустую времени. Ещё в нашем обществе есть какой-то негласный запрет на то, чтобы любить себя. На то, чтобы делать вещи, которые нравятся только тебе и никому-то другому. На то, чтобы тратить своё время на себя любимых. Я, например, определённо была натренирована быть человеком, к которому можно было обратиться. И с этим нет ничего, абсолютно ничего плохого до тех пор, пока чьи-то проблемы и переживания не становятся твоим приоритетом. То есть мало того, что мы ждём вещей, которые могут даже не случиться, мы делаем вещи только потому, что кто-то другой хочет от нас этого. И в этом нет ничего хорошего. Я лично не хочу тратить свою жизнь, ожидая чего, что может так и не случиться. И тем более я не хочу жить для кого-то или вместо кого-то. Я хочу жить для себя и делать вещи, которые хочу именно я. Так что если вы сейчас находитесь в ситуации, где вам нужно сделать какое-то решение, и неважно, насколько значим этот выбор, делайте то, что вы считаете сделает вас счастливыми. Может быть, это глупо, но я считаю, что жизнь одна. И мы имеем полное право тратить её, как мы хотим, до тех пор, пока это никак не вредит и не ущемляет права других людей. В особенности дорогих для вас людей. Так что да, жизнь не ждёт, и нам не стоит. Так что да, простите меня, что это было немножко такое серьёзное видео, но всё-таки это то, что я чувствовала, и о чём я думала на протяжении этих двух недель, которых у меня не было. Прошу прощения. И надеюсь, вы что-то из этого вынесли, надеюсь, вам это понравилось. Но да, ждите скетч на следующей неделе, и я вас очень снимлю. Пока-пока!